Осьминог бесконечности Почему непонятно, но якобы с их точки зрения имеется определенная нераздельная взаимосвязь, которую невозможно оспорить, но это как бы понятно. Но сейчас мы попытаемся оспорить ее. Для этого мы рассмотрим понятия науки и понятия практики с точки зрения различных категорий. Какие у них цели, методы, как к ним относятся философия, религия, как с ней работают обыватели. В том числе. Размотрим несколько таких категориальных основательных понятий в рамках науки и в рамках практики. Рассмотрим их отличия и попробуем определить, чем они все-таки похожи, как они взаимодействуют. Начнем с простого. Целеполагание. Какова цель науки? Объяснение причин и поиск истины. Это безусловный ответ на цель науки. А другого ответа быть не может. Главная цель науки – объяснение причин и поиск истины. Этого мнения придерживались практически все знаменитые и великие ученые. Ну, например, Галилей, Ньютон, Винштейн в том числе. Они как раз и занимались объяснением причин и поиском истины. Да, конечно, в том числе, в том числе, благодаря их воззрениям возникли многие практики, многие практические вещи, но... Ну, знаете, тут вопрос уже в приоритетах. В том числе, некоторые ученые занимаются практикой, конечно, поэтому у них бывает несколько целей. Некоторые ученые преследуют научную цель, то есть объяснение причин и поиск истины. А некоторые, в том числе, добавляют к этому практическую цель. А какова практическая цель? Это определенно польза. Что такое польза? Это осуществление какого-то духовного или материального пожелания. Ну, например, я хочу стать мускулистым. Вот для этого нужна практика, например. Нужно вылечить человека. Для этого тоже нужна какая-то практика. Мы в теории сколько угодно можем рассуждать о том, как стать мускулистым, да, или как достигнуть духовного просветления, духовного спокойствия. Но вне практики все это как бы бессмысленно будет. Поэтому наука – исконная теоретическая вещь. И практика – это уже разные вещи уже с точки зрения целей. Теперь давайте перейдем к методам. Какие методы есть в науке? Вот это очевидно. Тоже всеми признанные научные методы. Во-первых, это логика. Первый научный метод – логика. Ну, в случае науки – это абдукция. Многие философские школы используют логику в качестве основания. Но именно философия использует абдуктивную логику. А второй, в общем-то, метод, такая группа методов, даже группа методов – это математика. Либо математические методы. А с помощью математики проводится моделирование, в общем-то, делаются формулы, рассчитываются некоторые ожидания и так далее, и так далее, и так далее. Тоже математика выступает как метод познания. Именно познания. Третья категория. Эмпирический опыт тоже предназначен непосредственно для познания. Какие у него подметоды? Наблюдение и эксперимент. Наблюдение – это когда мы, например, вышли на улицу, ходим, гуляем по лесу, смотрим на зверюшек. Зверюшки там что-то делают, мы это записываем. В течение нескольких месяцев или лет записываем, у нас появляется определенное количество наблюдений, и с помощью этих наблюдений мы делаем определенные выводы. Наблюдение. Пример наблюдения был. Что такое эксперимент? Это когда мы берем зверюшку, вкалываем в нее какую-нибудь штуку гадкую. То есть ставим ее в специальные условия. Такие условия, в которых, в общем-то, ей будет довольно-таки трудно. И потом делаем из этого тоже определенные выводы для познания. Вот в какую сторону движется наука и движутся ученые. Люди, которые называют себя учеными, занимаются вот этим вот. А чем занимаются люди, которые непосредственно что-то делают в практике? А вы не поверите, а методы у них совершенно другие. Один из главных методов практики – это метод проб и ошибок, в случае, если практический результат тех или иных действий неизвестен. Ну, допустим, с помощью науки мы открыли законы аэродинамики. И вот в наших представлениях, ну, наука есть практика, раз уж мы открыли законы аэродинамики, значит, все, полетели. Сразу же полетели в космос даже, может быть. Разогнались так по воздуху, а потом, вупс, в вакуум вылетели и все отлично. Все по законам аэродинамики. А нет, оказывается, возникают какие-то сложности. Да, наука подтолкнула инженеров к определенным, в общем-то, возможностям. Аэродинамика, значит, можно летать. Но почему-то мы не летаем. Наука также подтолкнула, в общем-то, исследователей, в смысле, инженеров к методам решения этой проблемы. Но без метода проб и ошибок, простите, даже самолет взлететь бы не смог. Как говорят коммунисты, первые самолеты не сразу взлетели, а поезда не сразу поехали. А также и наука не сразу переходит в практику. Недостаточно провести наблюдение, недостаточно создать определенные эксперименты, недостаточно рассчитать все математически и моделировать все, недостаточно все это логически изложить. Есть что-то еще. Причем вот это вот что-то еще может работать без математики, эмпирического опыта и логики. Например, не имея научных познаний, китайцы намного раньше европейцев изобрели порох. Каким это образом? Так методом проб и ошибок. Практика работает без науки, без особых проблем. Ну, в общем, вот так вот и получается. Второй метод практики какой? Это метод комбинирования практических результатов. В случае, если необходимо решить сложную задачу уже имеющимися средствами. Допустим, архитектура. Практическая сфера абсолютно. Там никакого познания нет. Никаких объективных причин, каких-то теорий там нет просто в принципе. Наша цель построить здание. Здание это польза в данном случае. Цель архитектуры построить здание. Иногда можно сделать это красиво даже, потому что архитектура это не только практика, но и искусство. Так вот. Берем два типа колонн. Они никогда в жизни не совмещались до этого. Нет никаких примеров в истории. На раскопках ни разу не находили. И вот архитектор решил соединить два вот этих. Две вот эти колонны для поддержания здания. Он это делает, у него все получается. Он молодец. Он скомбинировал, в общем-то, практические результаты двух предыдущих эпох. Две колонны, которые до этого использовались. Он использовал вместе их, и у него получилась комбинация такая определенная. И это сработало. Тоже с помощью метода проб и ошибок мы определили. Ого! Здание-то не рухнуло. Значит все хорошо. Все неплохо даже. Третий метод. Он как раз самый популярный. Но он не открывает ничего нового. Поэтому он стоит на третьем месте. Так вот. Третий метод. Это метод повторения уже имеющихся и работающих практик для достижения цели. Это главный практический метод. Например, врач использует кровопускание какой-нибудь средневековый. Почему он это делает? Потому что вот у него был такой практический метод. Всю жизнь. Он все время им пользовался. И он хочет пользоваться им дальше. Например. Он будет пользоваться им до сих пор, пока не найдутся очевидно более лучшие методы. А так вот. Продолжаем. С целями и методами мы разобрались. Но и наука, и наука, и практика, они представлены в философии, религии и в обывательском сознании. Как же они представлены? Давайте разберемся тоже. А философия, оказывается, ну наука-то это одно из философских направлений. А иначе просто и быть не может. Наука не может не быть философским направлением. А так как она пытается познать истину. Даже добраться до причин. А чем занимается у нас философия вопрос? В том числе и тем же самым. Это определенная, в общем-то, ветка философских исследований. Поиск истины. Не вся философия занимается поиском истины, заметьте. И не вся философия занимается поиском причин. Есть философия, которая занимается этикой. Есть философия, которая занимается эстетикой. Есть философия, которая занимается логикой. Есть философия, которая занимается, не знаю, чем угодно. И рациональными любыми вещами может заниматься философия. Это совершенно не важно. У философии огромный диапазон. А вот у науки нет. В науке не такой огромный диапазон. Наука выбирает одну вот эту ветку развития философии, то есть поиск причин и истины. Причем она делает это с помощью определенных философских методов. А давайте-ка вернемся к методам. Ну, чтобы уж так вас никто не обманул, давайте смотреть. Что у нас за методы здесь? Логика. А логика это какая дисциплина? Философская. До сих пор на философских факультетах преподается. Создал ее философ Аристотель. До этого она, в общем-то, возникла в Греции. Ну, еще до Аристотеля в Греции имелись определенные предпосылки для создания подобной логики. Уже у Парменида имеются предпосылки для создания логики. Правда, не абдуктивные, но все равно это предшественница вот этой самой логики. Логика, философское изобретение, определенная и философская дисциплина. Математика. Теоретическая математика восходит также к философии. А какой философии? Философия пифагаризма и платонизма. Мы это уже с вами проходили, рассматривали, повторять 10 тысяч раз это, ну, не стоит. Математика, теоретическая математика, именно теоретическая, не просто счет 1, 2, 3, 4. Сложные математические формулы, свободные математические исследования, геометрия, не привязанная к каким-то измерениям. Это все от философии произошло. Для вас может быть большой сюрприз, но это все произошло от философии. И вот логика и математика в совокупности представляют собой рационалистический дискурс. Это очень важные части рационалистического дискурса. И возникла даже философская школа, которая, в общем-то, полагала, что с помощью логики, математики следует прежде всего познавать мир. В меньшей степени опираясь на эмпирический опыт, в большей степени опираясь на логику и математику. Была и другая философская школа, которая называлась эмпиризмом, и она утверждала, что надо в большей степени наоборот, наоборот, на эмпирический опыт налегать. Да, потому что без эмпирического опыта у нас будет недостаточно данных, и поэтому, ну, к чему нам применять логику, математику и так далее. Вот, было две философские школы. Они слились, получилась одна философская школа. Вопрос. Является вот та философская школа, которая получилась из слияния философской школы, или не является? Мой ответ очевиден, абсолютно, да, является, и по-другому быть просто не может. Есть у вас какие-то другие ответы на этот вопрос? Ну, может быть, вы очень странный человек в данном случае. Научный метод возник на стыке эмпирической и рационалистической философской школы. Ну, в общем, да, написано. Наука в сущности своей есть философская школа со специфическим подходом к познанию. Действительно так. А как в философии относятся к практике? Вопрос. Тоже интересный. А практика, с одной стороны, это философский термин. Польза тоже философский термин. Это все определяется чисто умозрительно. Что практично и что полезно, это умозрительно. Вы можете сказать, но как же? Но как же, как же так? Вот здоровье, например. Это разве умозрительно? А для кого здоровье является практичным? Для человека, у которого, в общем-то, преобладает философия, согласно которой нужно долго жить. Если человек преследует другие цели, если он подразумевает, что его жизнь будет короткой. Ну, например, он самурай. Самурай. Ему совершенно без разницы, ну, сдохнет он там лет через 30. Да он раньше умрет, он раньше себе сипуку сделает, или его раньше на войне зарубят. У него философия смерти превалирует, как бы. Ему плевать на здоровье, так скажем. Ну, по крайней мере, на то здоровье, которое не влияет на его физическое, в общем-то, состояние. Если он может махать мечом, но при этом смертельно болен, вообще пофигу, как бы, плевать. Не можно не лечить эти заболевания. Вот, то есть, даже относительно медицины, у нас огромный диапазон вот этой вот практики, пользы. Мы можем все, что угодно назвать практичным или непрактичным, полезным или бесполезным. Какие-то заболевания, можно даже полезными, наверное, назвать. Об этом можно просто долго дискутировать, что конкретно является практичным. Поэтому практика и польза являются философскими терминами. Ну, допустим, вот я индус, индус, вегетарианец. И вдруг ко мне привезли чудо техники, микроволновку. Я спрашиваю, а что там можно в этой микроволновке делать? А мне говорят, мясо разогревать. Так что? Это разве полезно? Ну, вообще, что мы из ума выжили? Гады европейские. Ну, в общем, вы понимаете, да? Для индусы микроволновка вряд ли будет очень уж полезной. Но, по крайней мере, ее польза будет не так очевидной. Ему придется объяснять, что, ну, в Европе у нас там мясо едят. И вообще неплохо бы, да, неплохо. Неплохо есть не только овощи, но и, например, трупы животных. Почему бы не поесть? Правильно? Не разогреть их в микроволновке. Вот полезно. Что для одного полезно, для другого бесполезно. Вот поэтому практика, по сути, философский термин. Вся практика. При этом она не является философской школой ни в коем случае. Также заметим, с другой стороны, что у всякой философской школы был набор собственных духовных, а иногда материальных практик. Напомню вам, что многие философы занимались медициной, например. И медицина по какой-то причине отлично вписывалась в их философию. Это не была какая-то там научная медицина. Она не основывалась ни в коем случае на научных методах. Это была своеобразная медицина. Нет, конечно, наблюдения там были. Наблюдения имели место, безусловно. Но одно наблюдение не является научным методом само по себе. И без математики как-то это наблюдение тоже не является вполне научным. В том числе и без логики это наблюдение тоже не является научным. Причем без ободуктивной именно логики. У науки есть определенный спектр методов, которые позволяют нам отличить науку от ненауки. А в практике все сложнее. С медициной, например, все намного сложнее. Или вот, например, некоторые философы в свое время греческие, в том числе изобретали определенные механизмы. Например, усовершенствовали акведук какой-нибудь, либо что-нибудь еще, да что угодно мог создать философ, у которого были свои философские воззрения, но при этом он методом проб и ошибок что-то делал. И как-то даже это включал в свою философию, между прочим. Ну вот, мы сейчас рассмотрели именно такие практичные с точки зрения науки вещи. А если мы еще упомянем великие духовные практики, ну тут уж вообще огромное богатство на духовные практики, философии имеется. Просто колоссальные залежи духовных практик. От исповеди, которые изобрели, между прочим, философы, до других более интересных вещей, к стазам плоднеоплатоников и так далее, так далее, так далее, так далее. Список можно продолжать очень долго. Теперь перейдем к религиям, конечно же. Так, у вас скрыта религия, я вижу. Что же у нас происходит в религии? Религия и наука, как они связаны? Наука не представлена ни в одной из религий. Но при этом она заимствует ряд черт, свойственных религиозным системам. Например, университеты. Чисто христианская тема университета. Ну просто христиане их создали, чтобы преподавать богословие. Ну и некоторые другие практические по преимуществу дисциплины. Заметьте, да, в университетах христианских все было вот таким образом. Никакой науки там не было. Богословие, философия, христианская философия. Христианская, прям вот большими буквами христианская философия. Которая в итоге, в принципе, эволюционировала потом в итоге в науку, конечно. Но никакой той науки, о которой мы бы говорили выше, не было там. Ну и распруденция, не знаю, какие-то искусства свободные. Семь свободных искусств. Одних вы тоже можете в интернете, например, прочитать. Медицина там тоже была, да. Вот такие вот практические больше дисциплины. И такие вот, как бы сейчас сказали, искусства. Прямо действительно искусства. Семь свободных искусств преподавались в университетах. Это была такая специфическая религиозная система университетов. Также организацию наука берет и у христианства. Школы тоже чисто христианское образование. Ну, если вы не верите в свои, в общем-то, положения, если вы не догматик, вам нечего преподавать в школах. Ну вот простите, но просто нечего. И наука преподает свои догмы в школах сто процентов, вообще всегда. Это прям вот, еще причем наука думает, что только наука должна быть в школах. Только научные данные должны преподаваться в школах. Ну, замечательно. Также иерархия. Иерархия религиозная берется тоже в науке из христианства. Да, есть определенно более авторитетные ученые, менее авторитетные ученые. Есть академики, доктора наук. Ну, в нашем случае доктора наук. И кандидаты наук. Но, в общем-то, в науке на Западе тоже есть определенная иерархия с авторитетами больше связанная. Также есть более почтенные, не знаю, авторы. Есть индексы Хирша всякие, которые тоже позволяют нам систематизировать ученых, не делают их равными между собой. В общем-то, есть множество факторов, которые производят вот это вот расслоение иерархическое внутри науки. А плюс ко всему у нас имеется в той же самой науке такая связка, как ученик и учитель. То есть у нас есть ученый, ну, хороший старый такой статный ученый. И у него есть ученики. То есть как мастер и подмастерье. Абсолютно средневековая система, тоже восходящая к религии, связанная с ней. А, кстати, наука в том числе стремится к тотальному завоеванию мира. Это известно, это тоже известный факт. Многие ученые, известные ученые, популяризаторы науки. Какой-нибудь Панчин, Докинс, Хокинг. Вот они определенно, как и многие сиентисты, все сиентисты, все сиентисты без исключения, потому что сиентическое мировоззрение как раз и подразумевает вот эту вот веру абсолютную в науку. Вот и получается, что все сиентисты, а многие ученые-сиентисты, и подавляющее большинство из тех ученых, которые я знаю, сиентисты, стремятся к тому, чтобы наука завоевала мир, и не осталось никаких других религий, никаких других философских воззрений, только вот наука. Одна наука, и все. Нам этого достаточно для познания мира, для познания себя, все, больше ничего не нужно. Ну, из этого я сделаю тоже вывод, что научные догматики мало чем отличаются от религиозных. То есть вы поняли, да, какое дело тут. А в христианстве, в исламе, в буддизме, внутри в них науки как таковой нет, потому что наука это вполне определенная система воззрений. А вот в практике это совсем другое дело. В любой религии присутствует свой набор практик. В большей степени ими прославились индийские религии, которые строятся на всевозможных духовных практиках, медитациях, усилении внимания и прочих аспектов внутренней жизни человека. Впрочем, не следует забывать и о практиках исламских, христианских. Это молитвы, исповеди, зикры и прочие практические аспекты этих религий, которые положительно влияют на психику. Ну, положительно с точки зрения христианина или мусульманина. То есть у них свои мерки практики в данном случае, и это действительно практично. Ну, не стоит, конечно же, думать, что у нас есть молитва, и молитва это прямое обращение к Богу, и что Бог вот обязательно ответит вам на эту молитву и сделает то, что вы у него просите. Это, по-моему, вообще даже антихристианская концепция. Ну, то есть христианин, если он понимает христианство, он должен понимать также и то, что, ну, Господь, скорее всего, не ответит ему на молитву. По ряду причин. Потому что молитва вообще-то не для этого нужна. А молитва нужна для того, чтобы обыватель, обычный обыватель, обычный человек, вот вы, обычный человек, обычный христианин, допустим, чтобы вы более-менее приблизились к какой-то вынятной рефлексии, чтобы вы осмыслили то, что у вас внутри находится, чтобы осознали, что у вас внутри греховно что-то. Вот вы хотите, вы не просто пришли в церковь и такой, ой, Господь, мне баблишко, знаешь, в долг, не в долг, просто баблишко бы побольше, вот было бы хорошо. Не так молитва звучит. Абсолютно не так. А если она звучит как-то так, и ты просишь Бога о деньгах, ну, наверное, тебе надо задуматься и прийти к определенной философской и религиозной рефлексии. Осмыслить свои грехи и понять, что ты поступаешь неправильно в данном случае, неправильно думаешь. Молитва позволяет проговаривать, причем в обращении к Богу. Богу. Вот, например, ребенок у вас болеет, смертельная болезнь, вы просите его вылечить, допустим. Бог, скорее всего, этого не сделает. Ну, вот мир у нас таков, так работает, что Бог, скорее всего, этого не сделает. Но вы должны быть очень, очень осмотрительны в обращении с Богом, во-первых, а во-вторых, в своих просьбах. А во-вторых, да, вы должны все это хорошо осознавать, должны понимать, что ваш ребенок хотя бы в рай попадет, там, не знаю, простите, то, что ваш ребенок попал в рай. Тоже, кстати, неплохая такая добрая молитва была бы. И не факт, что Бог как бы на это отреагирует, потому что ваш ребенок, может быть, уже не такой уж и маленький, и нагрешил, нагрешил достаточно, чтобы попасть в ад. Ну, вот как-то так. То есть от ваших молитв, в принципе, ну, в системе христианства ничего не зависит. Вы купили лотерейный билет? Господь, давай-ка я выиграю в лотерее. Нет, это так не работает на настоящем христианстве. К сожалению, для многих христиан, я вам скажу честно, это так не работает. Практика молитвы, она нужна для совершенно других целей. Как и практика исповеди, например, тоже нужна для других целей. Так, теперь для обывателей. Наука и практика для обывателей. Чем же они отличаются-то? Как обыватель относится к науке, как он относится к практике. Давайте начнем, как он относится к практике, потому что здесь намного проще. Обыватель может хорошо ориентироваться в практических достижениях человечества. Например, он может чинить машину. Я знаю огромное количество очень глупых людей, которые при этом могут чинить машины, чинить технику, не знаю, делать вообще все, что угодно, своими руками унитазы чинить, строить дома. Или даже иногда, ну, лекарства. С лекарства назначать лекарства себе правильно. Правильно работать с медициной. Оказывать первую помощь, например, тоже могут многие не очень умные люди. Вот так вот практика дается всем. Практика для обывателя, она существует. Но помимо очень сложной какой-нибудь узкоспециализированной практики, какой-нибудь ядерной инженерии, которая вот вообще мало кому доступна, потому что люди просто не имеют с ней дела. Мужики, обычные мужики, которые ничего не понимают в науке, вот вообще ничего не рубят в науке, вообще не понимают, как работают ученые, какими методами они пользуются, что они вообще делают, познают они, не познают. Они могут чинить машину. Это практично для них, да, это практично. Это сложно, это сложно. Но они могут с этим справиться. С другой стороны, наука для обывателей чаще всего недостижима. Если человек что-то понимает в науке, он, скорее всего, как минимум ученый. Даже большинство ученых, как-то так, не совсем хорошо понимают принципы научные. У них есть определенные алгоритмы, в которых они могут работать. Ну, например, товарищ Панчин, вот тот известный, о котором я уже снимал видео, он ничего не понимает в научных методах. Ну, честно говоря. Честно говоря, в общих научных принципах он не рубит совсем. Я знаю много ученых, которые вот так вот совсем не рубят в общих научных принципах и не понимают, что такое наука вообще. Им это не надо. Они не разбираются в том, что такое наука. У них есть своя биология, антропология или что-нибудь еще, чем они занимаются. Они в этом как бы выучили определенный алгоритм, научились писать тексты. И вот этого уровня понимания им как бы достаточно. Но обыватель не понимает и этого просто даже. Ну, то есть они не понимают ни этих частных методов, вот этих вот Дробышевских всяких, Панчинах и прочих, не знаю, популяристов. Так вот. Он и этого не понимает. Он с большим трудом осваивает содержание теорий и фактов. Он даже факты не знает. Ему плевать по большей части на факты обывателя. Очень редкий обыватель и рудит хорошо ориентируется в фактах. Я, кстати, не знаю ни одного такого рудита, который при этом бы не являлся ученым и понимал бы что-то в научных теориях, в составлении научных теорий именно. Именно в практике составления научных теорий. Для них это просто какая-то вот область недоступная, абсолютно недостижимая. Даже если в фактах человек разбирается, обычный обыватель, рудит. Именно эрудит, обыватель разбирается в научных фактах, что-то знает, знает какие-то вот поверхностно-научные теории, знает. Все равно в методе научном он обычно не разбирается, если он не является при этом ученым. Наука для обывателя это чистейшая вера, которая не отличается от религии. Ученый сказал, значит так и есть. Я все равно чиню свою машину здесь как бы и назначаю лекарства детям своим. Иногда даже правильно. Могу оказать первую помощь. Я могу там, не знаю, вот у нас есть с одной стороны наука физиологии, а с другой стороны у нас человек, в общем-то, упал в обморок, перестал дышать, и мы делаем ему искусственное дыхание и на грудь нажимаем. Это такие странные, честно говоря, действия, которые можно выполнять совершенно без знаний физиологии. Ну, раз-два, на грудь нажал, вдохнул. Все очень просто как бы с точки зрения практики. А вообще не обязательно знать, как устроен организм, чтобы это делать. Бесконечное число людей, которые умеют оказывать первую помощь, они не знают, как устроен организм с точки зрения физиологии. Ну, вот так вот сложилось. У нас вот такой вот мир. Практикой владеют обыватели. Наукой обыватели не владеют. Это нормально. Притом, как раз, чтобы провести это отличие, обыватель пытается привести науку к практике. Ну, то есть он пытается вот эти вот теоретические, фундаментальные исследования, проведенные с целью объяснения причин, поиска истины, он пытается привести их к практике, которая для него проста и понятна. Даже тот же Панчин, Докинс и прочие другие популяризаторы науки, они вот как раз апеллируют к этому аргументу. Они пытаются привести фундаментальные, теоретические исследования, которые просто ради истины. Это вот настоящая наука, исконная наука. То, чем занимались Ньютон, то, чем занимались галереи, то, чем занимались все остальные. Он пытается сказать, что вот это вот равно практике. Что-то вот одно и то же. Связь определенно есть, мы с вами это обсудим ниже. Но радикальная разница, она налицо. Просто все пока разное. Отношения обывателей разные. Отношения философов, религий разные. Методы разные. Цели разные. Люди, которые занимаются наукой, люди, которые занимаются практикой, просто занимаются радикально противоположными вещами. У философа и теоретического физика куда больше общего, чем у инженера и теоретического физика. При этом, но именно в методе, именно в поведении, в поведении, в проведении исследования у них больше общего. Потому что инженер просто не проводит исследования в том духе, как он это делает физик. Продолжаем. Потому что ему это не надо даже. Продолжаем. Как обнаружить науку, определите, научные какие-то законы и как обнаружить практику, что-то практичное. Давайте начнем опять практик, потому что здесь проще. Практика обнаруживается простым указанием. Колесо едет? Едет. Айфон работает? Работает. Чудо, да? Человек меньше кашляет после приема определенных лекарств. Ну, например, он астматика сделал, и потом меньше кашляет. Да. Дом построен, и он не падает? О, Господи, ничего себе! Да, действительно так и есть. Ну, то есть практика налицо. Во время медитации ты смог избавиться от внутреннего монолога. Да, да, практическое достижение. Вот, я его заметил, я его обнаружил. Я считаю, что оно практично. Либо во время молитвы ты осознал свои реальные желания, или направил себя к более достойным желаниям. Допустим, ты там, не знаю, Господь, я там хочу, чтобы вот эта клевая телочка в меня влюбилась, а потом осознаешь, что, о, боже мой, это же грех. В процессе молитвы такое может произойти в теории. Ну вот, практично, да, практично, ты избавился с точки зрения христианства от греха. Ну, или не избавился, как минимум осознал его. Значит, ты сможешь проговорить его потом на исповеди, а батюшка направит тебя, в общем-то, на праведный путь с точки зрения христианства, и все будет у тебя хорошо. Практично с точки зрения христианства, да. А с обнаружением практики и практичного у нас не возникает никаких проблем. Почему? Потому что практика философская категория. Потому что она ни на что там особо большое не претендует. Если ты, друг мой, вот ты считаешь, что нечто является практичным, значит оно практично. Вот критерий практики. Релевантность практики определяем мы сами. Буддист считает, что микроволовка непрактична, например. Значит, для него она непрактична, и этого просто достаточно. Бегун, Усейн Болт, например, считает, что тележки с колесами непрактичны. Лучше уж пробежаться до другой, до соседней деревни. Он тоже в некотором роде прав. Он в некотором роде прав, он здоров физически, он много бегает, это для него практично. Замечательно. А как обнаружить научный закон? Его невозможно обнаружить, во-первых, с помощью указания. Так, не знаю, возьмем какой-нибудь предмет. Ручка. Она упала. Она упала, да. Вот, допустим, вот, допустим, моей руки здесь нет. Вот ручка падает, 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 падает. Это ли не сила притяжения? Нет, это не сила притяжения. Просто ручка вниз опускается. Ну, собственно, да. Феноменологически просто ручка опускается вниз. Может быть, с ускорением даже, да. Но я, в принципе, не замечаю ускорение, поэтому мне, в принципе, это без разницы. Она просто падает вниз. Просто опускается вниз, как бы. Все. Вот. Чтобы она опустилась вниз. У нас есть определенный закон, который это объясняет. Сила притяжения. То есть, что-то ее тянет вниз. Тянет. Сила притяжения. Притягивает. Планета притягивает ручку. Мы видим вот эту вот силу. Нет. Я не вижу. Я не вижу этой силы. Понимаете? Ее нет. Ее здесь нет. Я ее не вижу просто вот здесь. Она у меня в голове. Вот разница между научными законами и практикой. Научные законы вот здесь. Эволюция. Знаете, я с одним другом своим беседовал. И он мне сказал, что эволюция так же хорошо доказана, как и то, что вот колесо может ехать. Что? Что за шизофазия? Понимаете? Это же определенная шизофазия. Ну, это глупость. Это тотальная глупость. У нас есть колесо. Я могу на нем проехаться тысячи раз в день. Я могу просто закататься этими колесами. Не знаю. Забросать себя ими. С ног до головы. А эволюция это теория, согласно которой виды развивались в течение миллиардов лет. Я проживу в лучшем случае сотку. Понимаете? Сто лет. А жизнь развивалась миллиарды лет. Могу ли я убедиться в том, что жизнь определенно сначала и до конца своего существования развивалась, изменялась тем самым естественным образом, о котором говорят ученые? Нет. 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 Я не вижу закон эволюции. Я не могу его опознать. Я не могу его опознать как колесо вот это вот. Я не могу провернуть эволюцию миллиарды тысячи раз в день даже. Понимаете? Это настолько разные вещи. Это очень разные вещи. Я не вижу эволюции. Я могу вывести ее с помощью логических умозаключений. Например, у меня есть определенный вид мух, который я как ученый смог изменить, допустим. И это является доказательством эволюции. Не совсем. Как бы, да, вы доказали это на одном виде. На двух, на трех, на десяти, на пятидесяти даже. Но в мире существует, включая бактерий, очень много видов. Ну, если не ошибаюсь, там, не знаю, тоже больше миллионов, миллиарды, миллиарды видов. Особенно бактерий, всяких микроорганизмов. Какая-то незадача, согласитесь, да? Причем, что мы будем считать эволюцией? Ну, допустим, клетки тоже изменяются. Вот бактерии изменяются. Но основная проблема эволюции, наверное, во-первых, с точки зрения в том числе и христиан, и креационистов, заключается в том, что изменяются животные. Да, у нас есть определенная летопись. Да, у нас есть огромное количество ископаемых. Просто колоссальное. Но значит ли это, что все эти ископаемые, когда-то были существами, это раз. А во-вторых, значит ли это, что они вот так вот следовали друг за другом по цепочке. Ну, вы заметите, просто в эволюции у нас огромное количество белых пятен. Это как бы, да, такая банальная креационистическая штука обычно, но это на самом деле очень важно. А если вы проследите, в общем-то, всю теорию эволюции, то, что у нас какие ископаемые, какие виды, из каких происходили, вы обнаружите, что вот этих вот обрывов невероятно много. Даже вот самая лучшая эволюционная ветвь, это ветвь человека. Она изучена очень хорошо. Но даже в ней есть пробелы. Даже в ней, даже в человеке, понимаете, это вот просто настолько хорошо изученная ветвь эволюции, которую вот просто специально, специально целый век исследовали. Просто вот без остановки исследовали вот это вот. Есть специальная дисциплина, которая вот на этом специализируется, и то есть пробелы. С остальными видами все намного хуже. Вот прям вот значительно хуже. Переходы, не знаю, от ящерств, динозавров, от, не знаю, от млекопитающих, которые по земле ходили к китам. Там буквально вот у нас все вот так вот представлено, что у нас есть вот какое-то существо, похожее на лошадь. Потом есть такое существо, похожее на полукита, полулошадь, одно какое-нибудь, там два-три может быть, а потом киты. И как бы ты такой, что, как это происходит? То есть громадные пробелы между вот этими вот видами образуются, и это довольно-таки тяжело действительно, ну, признать, что эволюция вот в том виде, в каком ее преподносит нам ученые, действительно существовала. По ряду причин. Действительно, по ряду причин. Вы просто почитайте, что пишут эволюционисты по поводу, в общем-то, эволюции, и сколько там сложностей вообще по работе с ней. Есть вообще-то философские теории, которые говорят о том, что мир существует буквально пять минут, и все воспоминания, которые мы о нем имеем, они искусственные. А если это так, то эволюция к черту как бы тоже идет. Есть множество теорий, которые посылают эволюцию к черту, вот так скажем. Да, в том числе, например, то, что Господь Бог мог, не знаю, положить эти окаменелости внутрь, создать определенные слои, вот эти вот все ДНК тоже объединить, вот эти вот существа, объединить ДНК и, ну, сделать похожим. Вот, а поэтому мы опознаем, что вот ДНК, да, это одно эволюционное ветвь и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, все это мог сделать тупо Бог взял и создал. Все. Это если мы не апеллируем к естественной установке, о которой тоже ниже пойдет речь. То есть, эволюция, это не такой факт, как вращение колеса. Еще проблема заключается, понимаете, в чем? Практика не претендует на истину. То есть, допустим, колесо вращается, но это иллюзия. Допустим, это иллюзия. На самом деле колесо не вращается, и наше тело, это иллюзия. А практика от этого никак не страдает. Есть колесо, и пусть иллюзорное, есть я, пускай тоже иллюзорное. Я еду на машине на этой, тоже иллюзорное. Практично, замечательно просто, практично. Но наука претендует на истину. И вот здесь начинается самая большая проблема. Научный закон, он именно претендует на истину. То есть, не человек является его мерилом, как в случае с практикой, а сам мир, реальность. Только вот сразу же из этого вытекает самая главная проблема науки. Нам дан не мир изначально, нам даны восприятия. И главный вопрос в философии и науке, один из самых главных, именно тех, которые занимаются познанием. Как восприятия связаны с миром? И это большая теоретическая проблема. Как мы можем вообще рассчитывать на эмпирический опыт, если мы не знаем, что восприятие определенным образом связано с миром? У нас есть определенная философская вера. Но вообще изначально, с начала нового времени у нас была такая вот вера философская в то, что восприятие тесно связано с миром. У нас есть сенсуализм, у нас есть эмпиризм, и мы якобы уже понимаем, что все хорошо, все-все здесь отлично. Но это просто философская вера, которая взялась, ну, не то чтобы совсем из ниоткуда, из опыта, из нашего. Но кто сказал, что опыт, о чем-то говорит. Очень много проблем, очень много философских проблем, которые мы можем продолжать дальше. Если имеется претензия на истину, то получить достоверные какие-то результаты становится сразу на порядок сложнее. И наука занимается очень сложным делом. Практика может тоже заниматься сложным делом, но всякое ее действие, например, создание колеса, пропорционально пользе, которую оно извлекает. Практика не может работать в холостую, так скажем. У нас есть колесо, у нас есть машина, мы едем. Мы не своими ножками топаем, мы перемещаемся. Есть определенный прорыв, КПД. Есть приближение к цели, вот так скажем. В практике всегда. В той или иной степени приближение к цели имеет место. В науке цель истины. И в этом смысле наука может вообще не приближаться к истине, то есть к своей цели. Ну, при определенных допущениях, конечно же. Теперь разберем понятие факта. Факта в науке и факта в практике. Факт. Так вот. Научный факт это интерпретация явлений в соответствии с современной научной парадигмой. Всех факт и увязываются с доминирующими теориями. Теории дают категориальный аппарат и определенную систему осмысления фактов. Ну, то есть, научный факт это определенного рода интерпретация. Определенного рода, в общем-то, мнение даже, так скажем. Ну, то есть, каков научный факт? У нас есть окаменелость какая-то. Ученый предполагает, предполагает, заметьте, он не точно знает, он предполагает, что эта окаменелость когда-то была живым существом. По какой причине? Потому что живые существа, если их погрузить тоже в землю, они тоже оставляют подобные, в общем-то, окаменелости, допустим. У нас есть определенные методы, которые, как ученый, полагает. Опять же, полагает то, что он не может перемещаться во времени, не может проверить вот эти методы непосредственно опытом своим. Он предполагает, что эти вещи, эти окаменелости, имеют определенный возраст с помощью определенных анализов. Какой-нибудь радиоуглеродный или что-нибудь вроде такого. А при этом проверить работоспособность этих методов на таком большом промежутке времени он просто физически не может. Вот так вот. Есть определенные данные других наук, и они все как бы соотносятся, и это позволяет еще больше укрепиться в своем мнении ученому, конечно же. Но это все равно остается мнением. Подавляющее большинство научных фактов это вот такого вот рода мнение. Причем, да, очень часто крайне убедительные такие. С ними поспорить довольно трудно, особенно если мы принимаем естественную установку. Но с естественной установкой тоже много своих сложностей, мы обсудим чуть позже. Что такое практический факт? Практический факт это признание того или иного достижения техники или психотехники полезным. Все очень просто с практическим фактом, понимаете? Дом стоит, и я хочу жить дома. Я не хочу помирать на улице от холода. Все классно, все. Дом практичен. Практический факт вам. То есть, понимаете, это та же самая совершенно разная система фактов. Теперь давайте рассмотрим установку. Установка науки называется естественная. Естественная установка это вера в то, что истина заключается в явлениях и законах природы. И в мире нет ничего, что могло бы иерархически быть выше этих самых законов. Например, эволюция показывает нам, как живое развивается из неживой материи с помощью естественных законов, без апелляции к богам, духам, иллюзиям и прочим всевозможным объяснениям, которые мы могли бы применить, если бы мы не следовали естественной установке. То есть, все вот эти многообразные факты теории эволюции, их можно объяснить с помощью бога того же. Вот просто бог есть. А как, в общем-то, аксиому примем это? Бог есть. А бог создал землю 6 тысяч лет назад. Тоже примем это как факт. А в общем, как можно объяснить тогда вот эти вот все слои земли и окаменелости? Да просто бог их так создал. Все. Все. Это очень простое объяснение, конечно. И, ну, по большей части, оно связано с тем, что креационистам, там, христианам обычно наплевать на все эти факты, по большей части. Но оно рабочее. Оно просто рабочее. Мы убрали естественную установку. И как только мы убираем естественную установку, у нас пропадает необходимость следовать за непосредственно вот этой вот последовательной теорией эволюции. Например. Вот так вот, например, мы можем сделать. Наука же работает в этой установке не потому, что уже давно было известно, что эта установка действительно истина, она работает с определенной правдой. Нет, это просто то, в общем-то, убеждение, которое возникло с самого начала возникновения науки и на этом основывается научная традиция. Ничего более этого. Наука перестанет быть наукой, если в ней не будет естественной установки. Но при этом эта вера, определенно философская вера, которая возникла в начале нового времени. У нее были некоторые, в общем-то, ограничения. Ученым пришлось верить в деизм, например. Многие ученые были деистами. Потому что им нужно было сделать так, чтобы бог, он был как бы вне мира. При этом мир развелся по своим каким-то законом. Да, да, такое было, действительно. Верили. Метафизика была, но сам мир был абсолютно физичен. Для ученых, конечно же. Также в естественную установку входит другое убеждение. Ну, вот это убеждение, согласно которому на всех уровнях бытия действуют одни и те же физические законы. То есть в любой части вселенной будут работать одни и те же правила. Ох, это очень удобно для науки, честно говоря. Мы можем исследовать что-то на земле. Вот, я у себя во дворе. Во дворе. Поднимаюсь на пизанскую башню, такое весело. Кидаю оттуда предметы. Он падает, я спускаюсь в такой густ. Там все замерено, все хорошо по времени, я такое говорю. А Ристотель был не прав. Все хорошо, все отлично. Как удобно. И точно так же это будет работать на Марсе. Точно так же это будет работать на Венере, на Солнце. За пределами всех вселенных и галактик это будет определенно так же работать. Очень удобное убеждение. Крайне удобное. Я изучаю, например, оптические законы на Земле. Даже, нет, не на Земле, а в своем Токсово. В своем поделоке. А, так вот. То, что я изучил у себя в Токсово, будет работать даже, не знаю, в галактике Андромеда. Все отлично, удобно, замечательно. Вот такое философское убеждение внутри науки, естественная установка. И это просто вера. Это вот просто вера. Ее никак не доказать, ее никак не опровернуть. Вот просто вера ученых. Вот она вот так вот выглядит. Самые главные догмы в науке. Вот они вот такие. Так вот. А какая установка у практики? У нее нет установок. У нее нет каких-то конкретных установок. Практически системы просто бывают разные. А разные они касаются довольно разных вещей. Все. С этим все довольно просто тоже. Какие дисциплины являются, в общем-то, науками, так скажем. Именно в исконном смысле этого слова. Это физика. Теоретическая физика особенно. Именно теоретическая физика это вот образец наук. Это и есть наука в самом прямом смысле этого слова. Также фундаментальная биология. Не та, которая занимается разведением каким-нибудь или чем-нибудь подобным. Нет. Это именно фундаментальная биология, которая занимается познанием природы. Познанием жизни. Теоретическая химия. Именно та химия, которая основывается на формуках. Вот эти вот все таблицы Менделеева прекрасные. Они, конечно же, тоже на практике используются. Да. Но одно дело таблицы Менделеева теоретическое. Другое дело смешивать друг с другом вещества. Так вот. Физиология. Тоже определенно наука, которая строит различные теории. Некоторые из которых подтвердить довольно трудно. Еще одна наука. История. История определенно пытается постичь определенную истину. Некоторую истину. Да. Скажем, некоторую истину. Есть общая психология. Тоже некоторую истину пытается постичь вне практических достижений. социология и прочие науки, которые занимаются преимущественно, заметьте, преимущественно познанием. Все-таки и физика, и фундаментальная биология, и теоретическая химия, они все-таки увязываются с практикой. Но основа того, чем они занимаются, это именно познание истины. Познание того, как устроен мир. А дисциплины, которыми занимаются практиками, это инженерия, медицина, программирование, практическая химия, то есть непосредственно переливание веществ. Но химия, практическая химия и теоретическая часто тесно связаны. Ну, вот так вот получилось, тоже исторически. Терапевтическая психология и прочие дисциплины, которые занимаются преимущественно извлечением пользы. То есть это очень разные вещи получаются. В этих науках, в этих дисциплинах существуют люди, которые занимаются радикально разными вещами. Радикально разными видами деятельности. И путать эти виды деятельности нельзя. Ну, а теперь давайте разберем. Разберем немножко поподробнее, как практика и наука все-таки взаимодействуют. Мы сейчас указали на их различия. Но вы скажете, Шатов, ты что, идиот? Ведь понятно же, что они взаимодействуют тесно. Давай, давай, и разбери, и разбери вот это. Давайте разберем. По отношению к практике, как наука взаимодействует с практикой. Наука положительно относится к практике. Первый пункт. Научная парадигма вообще изначально, она была такая прогрессивистская. То есть она включала в себя теорию прогресса. Конечно, многие скажут, что теория прогресса возникла только в просвещении. Но давайте будем более внимательны к истории и рассмотрим работы Роджера Бекона. Роджер Бекон, так как и Фрэнсис Бекон, как и большинство ученых, подразумевают, что практика это хорошо. Именно физическая, механическая практика. Создавать различные механические, физические и прочие блага замечательно. Просто прекрасно. То есть в науке есть определенный стереотип. Она хорошо относится к определенному типу практики. Благодаря популяризации этого типа практики, оно и начало развиваться. Плюс к этому, периодически наука, благодаря своим методам, то есть в данном случае эмпирическим методам, обнаруживает определенные закономерности, которые можно использовать в практике. Ручка падает. А если я приму определенные вещества во время астмы, я перестану кашлять. А если, я не знаю, это все что угодно. То есть есть точка пересечения между вот этими вот науками, которые занимаются истиной и практикой. И они в основном, вот эти вот достижения, они находятся в зоне эмпиризма, эмпирических достижений науки. Ну или, например, мы изучаем электричество. Ну как бы для теоретического, для теоретика, ну это прикольно. Ну электричество, ну хорошо. Давайте объяснять, как оно работает и что оно делает. Но параллельно, чтобы объяснять, как оно работает и что оно делает, ему нужно собрать определенные установки, которые позволяют, в общем-то, ему управлять этим электричеством. В общем, работает физик над этим теоретически. И не задумывается о том, какие практические достижения могли бы возникнуть с помощью вот этого. Хотя иногда задумывается, да, человек совмещает в себе и практику, и теорию. Ну то есть и науку, и вот эту вот практику, да. Ну, во многих случаях не задумывается, как вот это вот все будет работать на практике. И, в общем, он пытается познать, как этот процесс функционирует. В процессе своего вот этого вот познания, он собирает определенные установки, которые могут быть использованы на практике. И практике, следуя совершенно другим целям, даже иногда сообразуя свои позиции с теориями вот этих вот людей, которые занимаются преимущественно теорией, берут вот эту вот штуку и используют ее на практике. Ну вот и все. Но это довольно-таки тоже просто, понимаете, это довольно просто. Нет вот этого вот единства науки и практики. Это не значит наука равно практика. Огромная разница, колоссальная разница. Но достижения друг друга они используют взаимно. Так вот, ну вы понимаете, что вот эта вот практика, которая добывается из вот этих вот различных эмпирических штук, так скажем, она берется не из теоретических выкладок. Теоретические выкладки в данном случае вторичные. Ученые для познания мира действительно нередко пробуют новые вещи в эмпиризме. Да, новые какие-то вещи. Например, Бенджамент Франклин выбегает в грозу вместе с воздушным змеем. Это замечательно. Но изначально это не особо практично. В сущности это действительно особо практично. Его еще и убить мог, по сути, очень практично. Но человек руководствовался идеалами познания. Ну то есть это связка между наукой и практикой. Это непрямая связка. Это непрямая связь. Это не значит, чем больше науки, тем больше практики. Ну хотя корреляция определенно имеется. Но это не определенный вот такой вот верх рост. Плюс ко всему, сама наука, то есть теоретическая наука, она обязана объяснять различные практические достижения. Ну вот, допустим, птица летает. Ученый думает, черт, мы же не можем создать летающий аппарат. Птица же как-то летает, наверное. Какие-то законы должны вот этим вот управлять. И он начинает разрабатывать теорию на основании практики птиц. Да, кстати, у птиц тоже есть своя практика, получается. Понимаете, птицы не занимаются наукой, но они летают. Это тоже практично в определенном роде. Для них, наверное, точно. А также, например, доисторический человек, он не занимается практикой. Он не занимается теорией, не занимается философией. Но при этом он копию умеет точить. Каменные такие интересные копии. Прикольно, прикольно. Практично, практично. Мамонта убить можно? Можно. Но это не наука. Вообще никак. Да. Также давайте заметим, что вот это вот пересечение, эти круги Эйлер, они вот так вот. У нас есть определенная зона соприкосновения науки и практики. Определенные практики, да, такие технические, они вот здесь, вот в этом углу, кружочка находятся. Но большинство практик, так и самых разных, они отрицают науку. В частности, духовные практики, они отрицают науку и научный подход, ввиду его примитивности и ограниченности. Речь в данном случае идет о примитивных духовных практиках психологии, которые, ну, отрицаются многими духовными мастерами, на то, что они просто дурацкие, это просто примитивная фигня. Вы представьте себе, не знаю, буддистов, которые две с половиной тысячи лет занимались разработкой духовных практик. И они изобрели просто невероятно сложные и очень интересные вещи для достижения нирваны, конечно, и некоторых других вещей, некоторых промежуточных ступеней. И вы представьте их вот этот вот взгляд, когда они смотрят на психологические науки и их примитивные практики, их примитивные цели. Не знаю, сделать человечку нормальным, как бы. Ну, цель психологии, да. Практическая цель, практическая такой психологии. Сделать его не психом, а нормальным. Такая цель уже, такая заниженная явно. И методы, соответственно, тоже заниженные. Ну, в лучшем случае, какие-нибудь наркотики заставляют человека употреблять, и хорошо. И на этом тоже прикольно уже. Хорошо, неплохо. Но духовного в этом мало, как вы понимаете. И поэтому у буддиста много-много-много-много возможностей для критики такого вот странного подхода. Да, мы продолжаем обсуждать связь науки и практики. Ну, давайте главный тезис разберем. Наука объясняет практику. Вот подведем итог в данном случае. Наука объясняет практику, и в процессе исследования открывает новые явления, которые можно использовать на практике. А практика в качестве объяснений нередко пользуется научными воззрениями. Ну, и наука ее как бы сподвигает на какие-то, в общем-то, практические умозаключения. Так вот, связь теории и практики не является абсолютной. Более того, более того, ни наука не замыкается на одной только практике, ни практика не замыкается на одной только науке. Дело в том, что всякая философская школа и религии также объясняют свои практики. То есть у них есть объяснительные системы и в религиях, и в философиях. Также критикуют практики других направлений. То есть у них есть одновременно и свои теории, объясняющие практики, и свои практики, и критика вот этих вот практик в других направлениях. Ну, то есть вы должны понимать, что у нас есть, с одной стороны, наука, которая включает в себя определенный спектр практик. При этом эти практики все равно не являются равными науке, и не являются, в общем-то, чем-то, что из нее на 100% проистекает. Вот все достижения науки так или иначе могли бы быть достигнуты вне науки. Например, порох. Порох у китайцев. Нифига люди не знали. Науки, вот, никаких научных методов определенных у них тоже не было. Нет научных методов у этих людей. Но порох они создать смогли. Все, как говорите. Та практика, которую, в общем-то, занимается наукой, которую наука ускоряет, действительно, наука ускоряет вот эту вот техническую практику. Она очень сильно ее вот прям вот... Взрыв произошел, так скажем, в истории практики, в истории техники, благодаря науке в том числе. Но эта связка между ними, это просто стереотип расхожий. По, в общем-то, тем причинам, которые я уже объяснил в рамках данного видео. Это просто расхожий стереотип, который основывается на опыте большинства людей. Вот у нас есть наука, и от науки происходят какие-то практики. Все. Это очень узкий взгляд на мир в данном случае. И мы должны от него действительно избавляться. Это очень вредит и философии, и религиям, ну и в некотором роде даже самой науке. Которые применяются, в общем-то, требования практически, хотя она занимается познанием непосредственно. Ну, в общем-то, на этом, я думаю, мы и закончим. Восьмикратно с вами прощаюсь, и желаю вам понимания. Давайте лучше разбираться в науке, и вести какой-нибудь более сложный дискурс, чем просто там религиозная вера во все вот эти вот науки, в связи ее с практикой абсолютно, и прочие-прочие разные глупости. Про науку, возникшую у неандертальцев каких-нибудь, я тоже недавно читал от сиентистов такую глупость, вот, да, неандертальцы, кромоденцы, вот уже у них наука, колесо делали, молодцы, тоже наука, понимаете? Очень много глупостей, я слышу по вопросам научным, сущности науки, о том, что она собой представляет. Давайте расширять этот дискурс, думать об этом не так узко, как думали раньше, и давайте, в общем-то, развиваться. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь. Восьмикратно с вами прощаюсь.